Ну что дорогие коллеги, пять минут на опоздание мы дали. Доброе утро всем. Особо доброе утро вновь прибывшим. Для них специально припасли морозку хорошего. Вчера мы плотно, плодотворно поработали. Жаль, я вас не предупредил, вы могли бы даже издалека поучаствовать в этом мероприятии, поскольку оно шло онлайн. Но если у вас будет интересно посмотреть, чего же вы тут наговорили на вчерашний день, это все будет выложено по адресу лаборатории, вы найдете, так сказать, можете там быстренько прокурить, можете посмотреть послушать внимательно, во всяком случае весь этот материал доступен. Ну а сегодня мы будем следовать по намеченному графику. Так, вновь прибывшие получили программку, нет? Нет, еще, да? Я думаю, не успеточки дайте, пожалуйста, чтобы они тут могли посмотреть. Ну, в этом графике написана основная канва временная, как мы будем работать. Имена тех, кого мы хотели бы заведомо послушать, но это не значит, что остальные не будут. Дело в том, что режим, по крайней мере, первого полгода дня до обеда, обед включая, обозначен как roundtable discussion. Мы будем обсуждать наиболее острые темы, мы намеренно их вынесли со вчерашнего, ну как бы, квази-парадного дня, хотя и вчера тоже было достаточно остро, но некие дискуссионные темы, вот в этот дискуссионный клуб мы сегодня и вынесли. Ну, модерировать сегодня это мероприятие будет Давид Сергеевич, поскольку я вчера тут на арене был, сегодня мы попросим Давид Сергеевича вести сервис. В целом мы будем стремиться придерживаться намеченного регламента, но, как мы договаривались, мы неудобно, для нас важнее содержательная часть беседы, и поэтому, в конце концов, мы можем что-то сдвинуть и на завтра. Завтрашней неделе у нас тоже рабочий, а сегодня, сегодня, ну, хотелось бы вас всех поздравить, поскольку все вы либо сейчас студенты, либо прошлые студенты, сегодня Татьянин день, который студентами сильно почитаем, поэтому с праздником, дорогие коллеги, давайте этот праздник поработаем. Да, если что не ясно, то, пожалуйста, обращайтесь, Елена Владимировна и я, и вся остальная команда с удовольствием поможет, разъяснись, поспособствует. Доброе утро! Доброе утро! С новым рабочим днём! Сегодня у нас намечена основная резинка нашего решёта Discussion Club. Мы будем обсуждать самые актуальные проблемы. и хорошо, что мы сейчас до них дошли, и есть возможность обсуждать, что мы оказываемся в этом проговоротном событии. Значит, мы планируем здесь обсуждать две темы основные. Первая – это система с поляризационной чувствительностью, которые должны быть для нового спутника Коли, европейского, Бумеранга, Эл-СПИ и так далее. Ну, а потом мы будем обсуждать то, что нам нужно для Олимпа, Миллиметрона, то есть это нечувствительная поляризация системы. Ну, и мы предварительно обсуждали с людьми. И у нас есть KeySpeaker, но если кто-то хочет по ходу дела что-то добавлять и вставлять, то, пожалуйста, милости просим. Значит, Discussion Club. Это отличается от обычных докладок тем, что человека можно перебивать в любом месте, в любое число разно, главное, как бы выяснять суть вопросов, поэтому надо обсуждать самые ключевые моменты, как сможет. Ну, здесь примерный список тех, что должен участвовать, как заводчики показаны. Ну, и давайте мы перейдем, я немножко освещу ситуацию, которая там есть сейчас, новая информация появилась, и, соответственно, она с днем работает. Так, последний mail с классификацией разных концепций я получил вечером, и отослал участникам где-то после 10 часов вечера. Как, кто-нибудь получил? Получили, я не читал. Ну, ладно, мы его немножко освежим здесь в процессе. То есть работает это непрерывно, и у нас идет работа, и в европейском сообществе присылают нам новую информацию, которая нам будет помогать классифицировать наши действия, наши концепции, как мы будем их, соответственно, выбирать. Ну, вот, здесь показан тендер, который нам удалось выиграть, и теперь мы будем работать в этом направлении, создание новых концепций связи для фокальных цепочек. Очень интересная работа, очень актуальная, очень многообещающая для дальнейшего развития. Значит, в чем состоит сейчас главный интерес и главная проблема? Интерес в том, что, естественно, каждый новый спутник, когда его предлагают, он должен быть значительно лучше, чем предыдущий, раз в 10 превосходить по параметрам, быть очень многообещающим. И, соответственно, вот этот новый спутник Кори, один из них. Значит, другая концепция, которой сейчас предлагается, призм. Это Кори, это спутник среднего размера. Призм, ну, то же самое, но уже более масштабное. Это спутник типа L, большой, миссия такая большая. Там еще больше спектр частот захватывается. Ну, что выберут, это посмотрим, но ясно, что какой-то из них будет выбран в конце концов и полетит. Ну, вот проблема показана здесь. Значит, проблем две. Одна проблема – то, что вокальная плоскость очень разбухлая. Знаете, аппетит астронов они неуемные. Они хотят все больше и больше, шире и шире. Вот, и вот здесь показано, что в предложенном варианте это 15 каналов детекторов и достаточно большое количество детекторов в каждом из них. Степенно они разбухли до размера 40 сантиметров и уже возникают проблемы. Первая проблема – это аберрация. etserize. Луч у нас здесь покраслен. Будет. Так, если это не загораживает сильно. Так, если я не assistants. Я искать. Так, я искать, как доска была. Друзья. Смирот. Друзья. 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 40 см Это дает проблему, дает аберрацию И поэтому лучше, целесообразнее сделать Как смысл этой картинки? Можно уточнить 40 см это что? Это размер одного пикселя? Нет, это размер всей фокальной плоскости Вся фокальная плоскость То есть каждый отдельный элемент смотрит в свою точку пространства То есть как он работает все небо Да, совершенно верно Это второй большой недостат Вот смысл этой конструкции Она нас устраивает или не устраивает Или мы должны все-таки искать другой какой-то вариант расположения Нет, сейчас он устраивает астрону Так нет, мы можем предлагать как архитектуру Вот она нас устраивает или нет? Ну она не устраивает нас, потому что она не устраивает и Иса Ага, так это же вот в этом пример, так сказать, дискуссии Абсолютно, да Как правильно говорит Михаил Александрович Значит, это источник вот этого нового тендера Недовольства тем, что она не устраивает по двум параметрам Ну, с второго параметра надо говорить То, что аберрация и, значит, лучи здесь Отключаться от лучей здесь А их нужно сравнивать Если там есть ошибка, то это все может воспринято Как частотная зависимость Или на самом деле просто то, что с краю находится И поэтому не то показывает Но первое, главное То, что мерить нужно, конечно, два сигнала Или больше сигналов И сравнивать их в одной точке И когда мы будем здесь сравнивать этот сигнал и этот сигнал То это очень сложно сделать Нужно во времени Они будут смотреть в разные места пространства Абсолютно И нужно ждать, пока этот дойдет до того пространства До того места Этот пиксель До места, которое занимает этот пиксель И сравнивать Если он в том направлении идет А может и не дойти никогда А может и не дойти, совершенно верно То есть мы на одну и ту же звезду смотрим сначала Одним детектором Потом другим Потом третьим А может и не смотрим И все в сплощейшую обрабатывают И, конечно, вот это вот Одновременное измерение сигнала Это изюминка Это то, что хотят они им Поэтому они сказали Господа Придумайте, пожалуйста, систему Чтобы из одного пикселя Мы смотрели в одну точку Двумя или больше Детекторами на разных частотах То есть без косоглазия Да, без косоглазия Убрать Я стигматизм Это была задача Ну, остальные параметры здесь показаны Давайте я, может быть, тогда Кратко их прокомментирую Что за параметры Вот здесь Ну, вот смотрите Частотные каналы Полосы Соответственно Угловое разрешение И так далее И потом кроссполяризация 30 децибел Откуда взялась цифра? Да от нас же и взялась От европейских астронов Потому что Что такое? Я же МИСа же придумала Она собирает проповозу Вот проповозу Люди сдают Нужно, чтобы было значительно лучше Чем Планк, Хершин и так далее Они говорят, что Ну, там было сколько А здесь мы давайте заложим 30 Ну, теперь, когда проповозу Принято, это американский подход Но порядок лучше А потом посмотрим, что будет Вот 20 сделают Уже, может, хорошо 25, отлично 30, супер Вот И сейчас тем же астрономам предложено А теперь вы обсудите снова параметры, которые нужны И те же самые люди там Павел Дубернарович И остальные Обсуждают сейчас А сколько реально нужно? Вот Это вопрос Урезают у сетра А? А урезают у сетра? Да Этот вопрос и не затрагивался раньше Но вот сейчас на последнем телеконе Я как раз его задал Этому уважаемому консорту Ну, 30 дБ Это что? Необходимо? Или можно Релакс эти параметры? Ну, вот Стали обсуждать И говорят, что да нет Нормально Можно С 20 уже обойтись Но, правда, не добавили слова Если будет Кермическая стабильность Наверное Это тоже По-моему, это независимо Но Ну вот Так что 20 дБ Это уже джентльменский уровень С которым можно начинать работать 30 это будет Ну, совсем великолепно Если мы достигнем Поэтому нужно обсуждать Но если теоретически Мы получаем больше 20, конечно, это лучше Потому что В эксперименте Немножко зарезано Ну, такая вот ситуация Значит, ну вот это Да, крупный Прошу прощения Крупную вот эту вот таблицу Чтобы ее лучше было Видеть Ну вот Разные параметры Народ не дремлет И уже давно эти работы Начаты Правда, не очень большими силами В основном Американцы В основном Беркли Вот Но они лет 10 Уже делают разные системы Разные антенны И вот Одна из них Синуссидальная антенна Которая позволяет В широком диапазоне Поймать две компоненты И потом Их Здесь В середине собрать Потом Под электродом Идет долго полосок Потом Он, наконец Смучительно приходит К этому Месту Это место Показано здесь Глазок пришел Разделяется на две части Фильтруется Выделяются две частоты Довольно сложная Громоздкая система Вот Имеющая свои Определенные Недостатки Про недостатки С того же Сразу можно сказать А про достоинство Сколько у него там Кроссполяризации Реального В эксперименте Не в расчете А вот то Что намерили Живем Ну там От 1 до 5 Процентов В разных Измерениях Но Вот Самый такой Основной Недостаток У всех Схем На основе Микрополосковых Линий Заключается В том Что Параметры Микрополосковых Линий Они Сильно Зависят От технологического Процесса И прежде чем Что-то рисовать Не считать Нужно сначала Изготовить Измерительные Тестовые Скультуры Которые Исходя из этих Измерений Уже полагаться На эффективное Значение Лондонской Глубины Проникновения Которое Вообще говоря Сравнимо С толщиной Изолятора Изолятора И просто Вот Там Могут Результаты Даже Если Мы Посчитаем Типичный Микрополосковый Резонатор Микрополосковый 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 У нас Реальная Характеристика Линии Будет Хорошо Соплодать С расчетной То С микрополосковой Есть Такая Особенность Это Сразу Почти Что На порядок Усложняет Процедуру Но тем не менее Эта процедура Известна И Она Просто Более Да 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 Я Еще Покажу Ограничение Которое Еще Лишина Потеря Не обладает Это Я Рассылал Вам Этот Доклад Одна И Вот Здесь Есть Микрополосок Дальше Действительная Информация Темные Картинки Здесь Это то Что Параметры Которые Не хотят Не Барум С Платим С Лишком Хороший Бим Паттерн Там Будет Безобразно Они Скрывают Как Могут Но Они В линейном Режиме Антенную Антенную Диаграмму Рисовали Там Где Они Приводят Там Где Они Приводят Там Еще Худ Ну Ну Вот Здесь Прорез Насчет Микрополоска Саша Продолжение Дискуссии Еще Потери То Что Они Уже Замерили Посмотрели Вот Смотрите Больше 200 геогертов Все загибает Хороший Хороший Кросс Поляризации В силу Ее Несимметрии Относительно Линии Луча Поэтому Работает То Один Вибратор То Другой Резонанс Попадает В зависимости от Частоты И поэтому А поскольку Они Несимметричны Понятно Что Кросс Поляризация Будет На уровне Неских Процентов Может Достигать Уже В силу Ее Несимметрии Как будем Работать Уже Есть Продолжение следует 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 То, что вчера вечером пришло Значит, что предлагается рассматривать? Предлагается систематизацию сделать, концепции, которые у нас есть ну вот здесь показана эта система для у нас 24 это капли но предлагается курс символизацию сделать для каждого раздела то есть для нас тоже хотел бы подготовить ее, но не получил там, где можно ретформировать корректировать ну короче, смотрите, вот здесь разбиение на разные типы систем разные типы антенн многомодовые, одномодовые и так далее одночастотные, многочастотные потом разные типы антенн вот нашего внимания предлагается рассматривать вот по этой систематизации я посчитал здесь, учитывая разные типы антенн, 19 вариантов то есть вопрос был, что делать и как вот я скажу, что поле открыто не вспахнуло 19 концепций как минимум уже предлагается ну а здесь в конце, вот там где, соответственно, вот эти вот планарные антенны видите, здесь только пока внесли синусидальную антенну если мы внесем еще дипольную и щелевую антенну, то это будет помножено на 3 и там получается, если не ошибаюсь, 31 концепция ну вот, welcome то есть любой вклад в любую из этих концепций он будет как бы весом и интересен то есть предлагается смотреть или все, или выборочные, типичные концепции по выбору то есть национальная антенна доминирует в силу того, что она, наверное, линза нужна? не нужна линза не нужна линза не нужна линза не, то есть правда написали, что БА и без линзы тоже вот, но вообще то, что делали раньше, это одна антенна с линзой значит, в провинзу было сказано, что там проблема с присветящим покрытием, поэтому это не панасея да то есть даже вот эта замечательная антенна, у которой есть преимущество, что она в один фазовый центр берет все частоты да, то есть смотрит все что-то туда она не решает проблему, видимо, с поляризацией, с кросс-поляризацией хорошей хорошей диаграммой направленности не решает и не решает проблему отсутствия линзы с ее следующей проблемой кросс-панализацией с линзой и сложность кутинга да многочисточков в общем это уже более-менее а про полосок мы уже, так сказать, даже уже и забыли сказать хотя это самое главное для высоких частот полосок, который выводит из антенны диссертон то есть вот это все собрав, это вообще не кандидат получается да, но тем не менее это кандидат, его сделали и он работает в отличие от всего остального, которое пока только обсуждается ну так мы же вдаль хотим бежать да, ну вот они сделали, а вот мы еще концепцию не выбрали да ну это я так, немножко утрирую естественно для того, чтобы как бы я утрирую, что мы еще концепцию не выбрали они уже должны сделать насчет линзы, могу тебе сказать да, действительно она не привлекательна из-за того, что очень тяжело кросс-поляризацию сделать на покрытии для разных частот поэтому смотри, здесь фактически сразу или горные или планарные антенны в основном их рассматривают а как тогда синусоидальная антенна вписывается? она все-таки видится планарной антенной и без линзы? нет, планарная это антенна не пропитала нет, на самом деле они не планарные, но добавили линзы ну понятно если идти отсюда, то антенна планарная, но все-таки линза здесь поиск планарная, в смысле, на подложке сделан как вариант, да ну она у них один миллиметр где-то антенна а в пучок шире, поэтому нужна линза, которая... Вопрос тогда следующий. Если у нас есть безлинзовый планарный array, есть способы сделать просветление многочастотное? Я просто не знаю. Я, честно, рассчитываю на экспертизу. Что скажут? Я думаю, что использовать так, как и для линзы делают, это легче на плоскости. Многочастотное покрытое делает. Что такое многочастотное? Вот там, например, два канала соседних, 75 и 105. Они попадают в полосу. Они оба попадают в полосу. Кратное, 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 четвертое полное просветление, оно может быть ино, если канал правильно развести. Тут нет проблем. То есть на плоской подложке решается. В основном такие и будут многочастотные системы. Я тебе к качеству пример привел. Если полнарная антенна, она без линзы на подложке, то это должна быть очень тонкая подложка, читая мембрана, либо это должна быть не антенна, а вот периодическая частотно-селективная поверхность, которая будет подращать все моды подложки и не давать им распространяться. В противном случае, мы просто с коллегами проверяли, ни одна антенна без линзы не работает. На подложке? На подложке. Не работает, да? Нет, не работает. Ты расскажешь про это? Нет, с картинками. Интересно, а вот симуляторы, электромагнитные симуляторы показывают эти моды? Электромагнитные симуляторы, естественно, показывают, если сделать размер подложки не чуть-чуть больше, чем размер антенны, а три раза по чуть-чуть больше. Это же все видно. А если мы говорим о каких-то щелевых антеннах, то есть когда есть ground plane, то критическая толщина, то есть эффективная толщина подложки, покрытой ground plane, она удваивается. В результате число вот этих вод через разводы получается больше. А вот периодический массив подложочный вод эффективно гасит. И мы можем даже использовать толстую подложку, но не одиночная антенна. Антенна. Решетка. Решетка, да. Да, понятно. Уголки, вонбеки. Метаматериал. Метаматериал, который поглощает все собственные воды подложки. Получается так, что в кремле волна распространяется вдоль подложки уже начиная с толщины десятки микрон. Она втягивается туда и идет на расстояние. Ага, а если у нас есть... Ну, про 100-150 гек, я говорю 150-300. 300 тем более. Уже по расчету покажут, что на этих частотах она уже идет до конца, отражается и излучает подложка. Вбок начинает. Понятно. Но если у нас есть не одна антенна, а периодическая структура антенн на этой подложке, то этого уже не происходит. В такой мере это не происходит. То есть это гасится абсорбция происходит какая-то? Это гасится абсорбция в тех же самых периодических вибраторах. То есть она гасится. То есть один вибратор на большой подложке плохо. Много вибраторов на одной подложке уже лучше. Подложка работает как резонатор. Втягивает в себя поле, которое бегает и в конечном итоге оно переизлучается, поглощается вибратором. Это как раз и есть основной посыл, что если у нас есть несколько антенн и они практически друг с другом не взаимодействуют, не образовывают вот эту частотно-селективную поверхность, то они взаимодействуют с подложкой. И накачивать ее действительно, как говорят, своими модулями. Если у нас расстояние между элементарными ячейками, элементарными вибраторами маленькое, то естественно можно уже говорить о какой-то эффективной поглощающей поверхности. То есть может быть обычные антенны можно таким образом распределить в генеральный массив, что они будут работать как существующие, работающие концепции. Характерные расчеты, вот они о чем говорят, что падает волна. Если структура идеально симметричная и как бы все ячейки идеальные, она так большей частью поглощается. Теперь если есть неоднородность. Неоднородность порождает поле, которое у нас выходит за пределы однородного. Неоднородности они вообще не могут быть. Дайте договориться. Что значит неоднородностью? Я имею в виду пробитый переход. Пин-переход пробитый. Олимпиксе не работает. Нет, это все мы с нашими структурами проверяли. У полупроводниковых детекторов там распределение параметров детекторов по подложке. Оно не такое хорошее, как в технологии в мире Павловича. Неоднородность, подождите. Неоднородность есть. Я молчу. Я другое хотел сказать, что неоднородность есть всегда. Неоднородность даже в том, что если сопротивление перехода не 150 том, а у другого 160, это уже неоднородность по отношению к некому среднему уровню. То есть она есть всегда. Неоднородность, она ни на что не влияет. Влияние неоднородности. Дайте договориться. Я могу замолчать и так далее. Можно перебивать. Можно перебивать. Я же не докладчик. Что у нас получается? Вот у нас есть неоднородность, порожденная тем, что сопротивление перехода другое. Толщина полоска чуть другая. Или другие какие-то факторы. Чуть другая. Подождите. Еще раз. Я цифру скажу. Не, ну вы же сказали 150 и 160. Да. Это просто ничего. На уровне 30 дБ это чего? Что получается с этим? Вот эта неоднородность порождает, ну можно по отношению к однородному полю порождает, некое поле возмущения. Вот куда оно идет? 1,3% на частоте 150 излучается назад. То есть почти назад ничего не излучается. Отраженная эта неоднородность. Процента 3,7 доходит до границы, уходит в границу. И остальное поглощается соседними элементами решетки. Из них 50% может поглотиться, пойти этой мощности на кросс-поляризацию. Зависит от того, где она находится. Если однородность там находится дальше от соседних поперечных вибраторов, то меньшая доля процентов, 10%, если близко, то и 50%. То есть вот все, что у нас неоднородное, можно считать половину уходит на кросс-поляризацию. От 10% до половины. И поглощается соседними вибраторами. То есть если не 160, а 150, то кросс-поляризация минус 3 дБ сразу? Правильно я понимаю? Нет. Нет, это увеличивается. Во-первых, 160 дает саму по себе мощность от этой неднородной волны. Если там 100 вибраторов, это уже 1%, если бы даже вообще замкнуто было. И то меньше. 160 дает там долю процентов, несколько процентов, даже меньше. 3% от того, что попало на один из вибраторов. Из 100. То есть это 3-10%. Но вот из этих процентов большая часть будет именно поглощена, и большая часть перейдет в кросс-поляризацию. Поэтому, что это или не что, это другой вопрос. Так, ну вот это самое, критические вещи мы хоть как-то должны обсудить. То есть у нас есть, значит, поверхностные моды, да? Подлодочные моды. Значит, вибраторы нам не годятся, потому что они двухнаправленные, нам надо механические рефлекторы использовать. Ну, симметричные излучения, половина не в ту сторону идет. Вот, получается. Но с другой стороны, смотрите как. Вот мы сейчас, если мы рассматриваем антенну на большой подложке, плоской, то все планарные антенны имеют очень большие углы излучения. Это фактически возбуждает ноды. То есть углы излучения, которые идут с углами большими вдоль подложки, фактически, оно возбуждает эту подложечную моду и резонанту туда засасывает фактически значительную часть энергии антенны, да? Если мы... Причем, заметьте, что мы используем сейчас Лима Лоренца и пытаемся фактически заменить приемное излучение, да? Вот мы как бы сейчас. А с другой стороны, если мы используем многоэлементную систему, типа фотопленки, да? Как мы это мыслим делать, то у нас плоский фронт, подлощая возбуждается синфазные токи во всех элементах, и поле рассеяния, то есть то поле, которое связано с подложкой, оно на самом деле под большими углами уже не распространяется. Если мы делаем безлинзовую антенну Эрея, то там подложечные моды можно как-то зацепить, но там у Эрея как такового, у этих токов, которые возбудила падающая волна, нет составляющей рассеянного поля вдоль подложки, в отличие от одиночного элемента. Поэтому вот здесь, скорее всего, может оказаться всё нормально. Нет, почему? Вот эксперимент, который мы проводили с полковыми дипольными дипольными, он заключался в том, что… Описать эксперимент можно? Я вот собираюсь. Различные антенны, начиная с двойных дипольных и… там было несколько конструкций, они формировались на подложке толщиной 300-350. Дальше подложка размещалась двумя разными способами, чтобы можно было со стороны вакуума влететь, на подложке, которая направила шипов на поверхности, и со стороны оборота. Вот. Лампой обратной волны осуществлялся образец, и измерялся отклик от функции частоты. И вот пик резонанса, он просто распадается, там превращается в некую такую волосатость, которая, ну, свидетельствует о том, что много мод, и там сама вот диаграмма направленности, она становится похожа… Просветлённая подложка была? Нет, подложка была непросветлённой, но тем не менее… Нет, это важно, что просветлён она или нет, потому что граничные условия меняются принципиально для возбуждения мод. Согласованные границы не отражают. И это принципиально влияет на резонаторы, на наличие резонансов и на импеданс, вообще импеддинг-импеданс самой системы. Это очень принципиальная вещь, на самом деле. Мод, просветление, оно как-то и… Да, оно принципиально действует, абсолютно. Но с точки зрения мод, резонансов и распада, это очень, ну, это самое принципиальное. То есть есть граничное отражение или его нет, или оно пренебрежимо мало? Но я хочу ещё раз подчеркнуть, что вот подложка… А частоты-то у вас какие были? 300 микронов, говорит, толщина? Да. А частота-то у вас 250 гиггерц. 250 – это 1 мм, 0,3. Ну да, там где-то длина, как раз и есть длина волны, где-то пол длины волны. Повтори снова. 300 микрон и частота 250 гиггерц. 300 микрон – подложка. Это толщина подложки. Да. Но если на той же самой подложке сформировать вот этот периодический массив, то всё хорошо, там гладкой зависимости получается. Ага. Видите, что именно диаграмма направленности ну, 60 градусов. Ага. 50 градусов. Ну, это вот для тех. 60 градусов? Да. Так это не градуется никуда. Конечно, будет всё хлоп. Ну, так 60 градусов – это не 180 градусов? Нет. Вот мы отклоняем от нормали… Нет, всё равно мало. Плюс-минус там… Да, 30 градусов. Плюс-минус там… Да, 30 градусов. Это отклонение подложки от нормали к волне? Нет. От нормали к поверхности. Это отложение луча. Шире диаграмма? Или вы крутили относительно… То есть отклонение нормали от направления на лампу обратной волны на 30 градусов приводит к уменьшению отклика в два раза. А, ну это бы диаграмма так. Диаграмма, да. 60 градусов. Вот как я… Понятно. И получается вот всё хорошо в этом плане. Хорошо в том смысле, что нет подложечных мод или наоборот распадается? Что нет подложечных мод, да. А диаграмма распадается в каком случае? А, диаграмма распадается… Не диаграмма, а частотка распадается, я так понял. И там и диаграмма, и частотка распадается, если есть одна антенна, сидящая на подложке. А, ну тогда всё нормально, нет противоречий. Всё понятно. Да. Вот в чём… Все эти моды подложечных, они в этом смысле всегда есть. Другое то, что они начинают быстро затухать. Примерно на 2-3, иногда на 5 ячелек они затухают, ну, цибел на 20. И до границ доходит уже там единицы процентов от того, что в центре подложки. Ну, это другой язык, на самом деле, практически. Ну, это примерно то же самое. Там можно сказать, что их нет. Другое дело, что их нет. Курица и яйцо, на самом деле, в какой-то смысле. Это же единый процесс, единое решение задачи соответствия токов и боли. Реально. Кто она куда бежит и откуда убежала, куда прибежала? Границу надо делать достаточно хитро. Потому что согласованная граница по отношению к некой сетке. Ее нужно сеткой такой делать и доводить и так далее. Из поглощающего материала можно делать, вплоть до нерабочую зону можно вообще делать из поглощающих материалов. Поглощающий материал рассчитывался, безусловно. Она дает свой эффект поглощающим. Не идеальный, поскольку сетка на границе получается все равно немножко нарушенной. Но эффект такой есть. В общем-то уменьшается отражение от границы. Я скажу сейчас такую вещь, которую мы тут немножко обсуждали. Михаил Саныченко, я озвучил. Есть еще вариант сочетания малоразмерного массива RR с линзой. Дело в том, что с одной стороны у нас, когда немного элементов дефектность можно снизить. И когда очень много элементов, понятно, что что-то не будет работать. Особенно если что-то последовательно включено или параллельно, либо закоротило, либо разорвало. А с другой стороны, относительное сужение диаграммной направленности внутри линзы приводит к тому, что линза уже не дает большого кросс-пула, потому что у нее только ее макушка освещается. А на макушке там все хорошо работает, кривизда у нее очень большая. И более того, что мои расчеты, которые я с Андреем Увером, моим аспирантом, делал несколько лет назад, показывают, что вот в этом случае, если мы имеем несколько элементную антенну внутри линзы, не одну элементную, которая широкая плюс-минус 60, а у которой плюс-минус 30, вот то, что говорил Саша, У нас уже получается очень хороший гаусс, если практически отсутствие боковиков, что вообще приравнивает такую линзу, как работают хорошие горные формы, то есть рупорные антенны. Но это остается такая линзово-планарная антенна. Вот этот вариант... Какой же там угол там будет? Сверху, если считать, ты боишься, что верхушка работает? Он лучше не полностью фокусируется? У нее будет чуть пошире диаграмма по отношению, то есть если мы берем так называемую diffraction-limited beam от линзы, он будет уже, потому что там работает вся апертура линзы, и она определяется, диаграмма, как бы, ну, грубо говоря, дыркой, дифракцию на дырке, ну, почти. То есть распределение там не очень сильно меняется, поскольку углы большие, и угловое распределение фактически превращается в более-менее п-образное. Так? И оттуда берутся и боковики, и кросс-полар берется вот с этих боковых, где большие углы освещения линзы очень. Вот. А если мы берем сочетание, то есть мы как бы перемножаем, то есть фактически для линзы такой, ну, почти неважно, какая антенна там стоит, диполь, двойной диполь, то есть вот эти вот погрешности, это уже копейки. Ну, кому-то важны копейки, но в целом диаграмма сформируется линзы. Понимаю, ну, а здесь, я так понял, апертура вместо там размера линзы сильно сунется к центру. Ну, скажем так, чтобы получить угол там 19 градусов нужной линзу там не 6 миллиметров диаметром, а 10. Вот будет такое, вот такая, но зато это будет чисто уже без кросс-полара, без боковиков лучше. Вот такая вещь, то есть мы жертвуем, ты должен сделать линзу побольше, чтобы получить тот же луч, который мы можем от дифракционного предела получить, но зато уже будет луч формироваться в качестве пучка, будет перемножением диаграммы внутренней и линзы. Но это некое решение, которое я вот хочу озвучить, оно есть. Ага, хорошо. Это с качественным пучком. Да, это ты сделаешь. Ну, сразу вопрос, вот если у нас есть размер 5 миллиметров или 4 миллиметра, мы ставим линзу 4 миллиметра, как мы можем, ну, от пикселя до пикселя, как мы можем расширить, если у нас ограничены пиксели, мы хотим принимать. А даже будет другой, он будет больше. Нам не 4 будет, а там 6 или что-то еще, но зато качество пучка будет. То есть это будет эквивалентно тому, что мы свои пиксели поставили более редко. Ну да, я понимаю. Да. Ну, такое решение будет. Чисто так расчетно. Самые чистые результаты дают использование микрозеркал диаметром 4 миллиметра, глубиной где-то около миллиметра получается, где в центре, где в фокусе ставится вот этот алиментик. Ну, технологически это сложно. В плане, что его надо подвешивать, перевертывать. Какой монетик? Ну, белометр с антенкой. Антенка на чем? В воздухе висит? На подвеске она висит. В воздухе висит? Ну, по идее, в воздухе. Поэтому я сразу говорил, что это не совсем твердотельная конструкция. Нет, можно ее и на кремнии перевернуть. Так, микрозеркала, если инвертированная же линза... Она инвертированная, да. Они чище работают, чем линза. Более четкий пучок, меньше боковых. Ну, то есть вот есть перевернутые, знаете, да, такая с тем плоская... Ну, да, плоская зеркало сзади. Зеркало сзади на этой перевернутой. Да, на общем. Антенна на мебране. Антенна на мебране. Это уже как-то более... Чем это хорошо? При всех своих плохих, может быть, конструктивных моментах, чем это хорошо? Первое. Размер вот этого чипчика, он должен быть, ну, не больше миллиметра, но меньше даже. Антенку можно побольше сделать. Антенна там получает такого миллиметра размера, или 1,3 миллиметра. Сам кристаллик, на котором сделаны балометры, он, по идее, должен быть маленький. Там кросс-поляризация очень маленькая по расчету. Нет никаких волн распространяющихся в бок. Там негде распространяется. Вопрос другой, как это подвешивать? На стеклянных полосках, на пленках... Но тут, с другой стороны, если у нас глубокая... Ведь известно, что, по крайней мере, я не большой специалист в зеркальных антеннах, но я слышал от специалистов, что, если мы имеем глубокую антенну, микроантенну или так далее, мы имеем кросс-полар больше, потому что у нас, в принципе, запрещены большие углы, ну, вот... Ну, большие углы преломления, скажем, по антенне. Она не очень глубокая. То есть, тарелка должна быть достаточно мелкой. Чем мельче, она меньше кросс-пола. Здесь вот еще вопрос. Кросс-поляризация ведь возникает где? Она возникает в поле на краях антенны больше. И то же самое на краях линзы. Если мы массивом будем принимать, то у нас кросс-поляризация проявится. То есть, если элемент центральный, то там кросс-поляризации нет в силу симметрии его расположения. Там она не ловится, эта кросс-поляризация. Одним элементом в антенне. То же самое вибратор, он, можем сказать, что гораздо хуже линзы и всего прочего, но он не имеет кросс-поляризации сам по себе теоретически, пока мы его не покрутили. То есть, силу симметрии одного элемента. Поэтому, по идее, здесь надо рассматривать концепции какие? Вот одна концепция, когда один приемный симметр, один может быть в виде четырех переходов сделан, как угодно, но геометрически он почти один. И тогда и линза работает, и вот это все. Проблемы, связанные с кривым инфертом, они несущественны, потому что он один. А в центре их нет, там все симметрия. То же самое зеркало и так далее. Если это идет речь о том, что мы на массив балометров светим, на разреженный массив из двумерной, тогда вот там кросс-поляризация по краям возникает, и у зеркала она будет. Может быть, чуть меньше, чем у линза, но она тоже будет. На самом деле, существующие госты. Ну, я покажу расчетные диаграммы под зеркало это, да. Мне кажется, что просто при больших углах у нас распадается. Мы можем представить вектор падения на комбинацию тех, которые захватываются. То есть это фактически разложение на больших углах. Ну ладно, я на счет в этом случае не понимаю. Нет, там чисто симметрия работает. Потому что с точки зрения поля, да, там есть кросс-поляризация по полю. Но она не отнапливается в конечном итоге. Она симметричная конструкция. А вы знаете, с какой точностью можно по центру зеркала этот элемент? А не точнее, чем линза? Нет, нет, ну сто, вот у нас есть ось симметрии. У нас есть ось симметрии у линзы, пускай это будут зеркальные линзы, и антенны. Такой точностью установить. Да, не слайдом. Это надо посмотреть, как будет. Давайте продолжим. Я думаю, что там расчетные точки слоя есть. Это будет есть. Принципиальное ограничение по кросс-поляризации это ширина наших элементов. Вот если у нас щелевая антенна, у нас фактически, вот мы смотрим куда-то на вектор Е, у нас должен быть вот так вот. Ну или наоборот, если это полосок берется. У нас фактически есть кроевые токи, которые дают градиент, захватываем поперечную поляризацию. Ток течет не вдоль, а поперек. Это просто тупо, в процессе монтирования, вот граждане щитоводы, я к ним отношусь, они любят все идеально симметричное. Идеально симметричное не бывает. Вот когда устанавливаешь образец на нилде, Продохнулся на 10 микрон. Вот типичная точность, это плюс-минус там, 5-7 микрон, да. А то и 10. И какие тут соображения... То есть 10 – это оптимизм большой. Ну да. Очень хороший цифр, я хотел случиться. Сергей, вот стандарт для Телеса был 10 микрон. Да, стандартом, ну как бы голым, не то что стандартом, просто... А потом мерили диаграмму, и по дополнению от максимума, ну там, дельта икс на фазовую... Так, господа, продолжаем информирование, что нужно и что имеется. Вот эти таблицы созданы нашими коллегами-коллабораторами европейскими. И здесь все параметры выписаны, которые будут анализироваться и сравниваться. Вот, ну и смотрите, разные типы детекторов. А здесь идут, соответственно, параметры, которые мы уже начали обсуждать. И вот первое, что я запомнил, я запомнил для синусудальной антенны, данные, представленные французским коллегам Адномом. Вот можете смотреть типично отправные точки того, что сейчас уже и есть. Ну вот, дальше, в наших дискуссиях, давайте иметь в виду, ну, примерно, отправленную точку, которая есть, и если мы что-то делаем лучше, чем эти цифры, то уже, соответственно, хорошо. А сколько вот ширина полосы нам нужна? Это синусудальная антенна на широком? Ну, это хороший вопрос. Это зависит от... Задач здесь просто показали, до каких частот он работает. А у нас-то работает до любых часов. Но если мы смешиваем, соединяем две частоты, ну, чтобы провал эти две частоты. То есть, вот, как, ну там, сейчас у нас 75-105 ГГц, значит, ну, чтобы обе частоты были перекрыты антенны. Ну, здесь, для этих целей, это, как бы, требования вот такие, реальные, минимальные. Да-да. Ну, сколько у нас там уклонений от максимум 3 дБ, неоднородных в нашем диапазоне? Сколько? С чего? Ну, вот, если мы полосу антенну строим, так сказать, мы же не можем в высокой степени однородности покрыть весь этот диапазон 75-105. Это просто говорят полоса по складанию по 3 дБ. Ну, вот, так что это то, что есть сейчас, на самом деле. И, ну, вот, опять же, это два, две категории. Одна категория – это просто связь с антенной, и фишинс, и полиализация. И второе – это когда будут две частоты смещения. Там, например, конечно, все становится немножко более сложно, и мы должны к этому идти. Значит, из того, что есть у нас… А в случае, когда спарсоры и там по очереди, в смысле, чередуются два диапазона, там вообще у нас нет такой проблемы, да? У нас каждая антенна на свой диапазон работает? Там каждая антенна, да, да. Если чередуется, то да. Да, я сейчас как раз покажу этот вариант. Он легче, значит, там действительно просто… Нет, там, да, там нет этой проблемы, но проблема с эффективностью. Там вот мы уже, да, два раза меньше имеем этих антенн, то это два раза спадает. А то, что мы как раз с Сашей анализировали, и там можно подбором параметров достичь достаточно хороших результатов, но эта проблема снимается там просто реально внутри этой антенны. Значит, если говорить про многочастотность, то предложение было использовать вот этот внутренний резонатор, в который можно реализовать АСЕП, резный колд-электрон-балометр, и, соответственно, эта система сделана на, как обычный колд-электрон-балометр, но вставкой в неомливые полоски с высокой кинематической эффективностью, и все можно сделать компактным. Главное преимущество, что можно теперь засунуть этот резонатор в любую антенну, и практически две задачи разделяются. Мы можем анализировать антенну, и мы можем потом туда вставлять этот резонансный контур, и достигать вырезания полоски. И здесь нам единственный параметр, который важен от антенны, что будет влиять, это импеданс. На какой импеданс мы должны работать? Мы делаем последовательный контур. Это значит, что импеданс должен быть не очень большой, но или, грубо говоря, чем меньше, тем лучше, тогда легче сделать этот контур, он будет более добротный. Примерно сколько? Вот антенна 30 Ом – это уже неплохо. Если 20 Ом или 15 Ом, которые мы тоже достигали, еще лучше. С синусидальной антенной, там ее импеданс около 110 Ом. Это довольно много. Но правда, то, что они делают, они делают связь с полоском, в общем, там они соответствующую емкость добавляют, в общем, про такую резонансную связь. Там получается, значит, ну, полосок Ом 20 имеет сопротивление, а может и меньше. Это значит, они как бы связывают себя с резонансным образом. Значит, там полоса должна пропорционально судиться. Вот этих данных я у них не нашел. Я нашел данные только по общей полосе, но вот как там дальше это дело будет, вот этот скрин – это супер цвет, я не нашел. Но, в принципе, естественно, там это должен быть процесс, раз они согласовали эти совсем разные импедансы, значит, они на одной полосе проиграют. Какая стабильность и точность этой индуктивности, какова? Вот я тот же самый вопрос. По сравнению с геометрической индуктивностью. Что дает технология? Такие данные дает технология таких материалов и таких индукторов по точности изготовления, воспроизводимости параметров и так далее. Если кто-то разбежится, то тогда… Ну, пока я видел то, что Карпов сделал экстремальных параметров, то есть это 5 нанометров пленка очень длинная. Гольцман делает. Это Гольцман делает. Ну да, ну в смысле Карпов, да, для Карпов. Один из ста. А? Один из ста. Что? Ну работает хорошо. Может быть. Но то, что я смотрел, я вообще поразился, что работает. Потому что это 5 нанометров они сделали. Страшно длинную, они на низкую частоту были. Вот здесь, что я могу сказать. То, что я смотрел по литературе, то, что там мерили, ну так я точно не могу сказать, какая там будет стабильность и воспроизводимость параметров. Но мне кажется, что не такая уж… А, ну вот, ответ такой. Не такая уж плохая, если мы уходим в толщины побольше. Ну вот там типа 20 нанометров совсем хорошо, 10 нанометров, в общем, точно не будет. Поэтому мы думали начать с 20 нанометров, а потом все-таки думали с 10 нанометров, там уж легче сюда вмешать другими слоями. Ну, вроде 10 нанометров считается, у них это очень хорошо. Потому что люди работают с 5 нанометров, но люди бедны как-то пленку они распроизводимы делают. Ну, тут вопрос, если можно сменить образец и там эффект на спирали резонатора посмотреть на другом образеце, здесь, скажем, пиксер не работает и чё с ним делать, или там они сейчас сближались по параметрам как-то. Здесь нет опасности того. Как вы её оцениваете? Я думаю, что мы сначала делаем пластину и смотрим свойства DPU. Когда мы их изучим, и лямбду, и остальные параметры, зато начинаем делать уже. Здесь, я думаю, будет уже относительно... 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 Сейчас ещё думали... Размеры полные большие... Да, размеры... На самом деле там ещё больше сейчас. Это такие... Для показа... Вопрос в первой, который... Как это называется? Как называется? Ашуранс-межмент. Инженер Ашуранс-межмент задаст... Человек, который хочет на ракету поставить что-нибудь. Скажет, вы как принесите сертификат о надежности вашей технологии? Ну, по сравнению с геометрической, она раз в 100, в 300 выигрывает, в 300 примерно, за счёт индуктивности. Поэтому всё в наших руках с точки зрения совмещения с антенной. Ну, вот первый пример, который мы здесь читали с Сашей Саулемом. Значит, в нашу кросс-лоту антенну мы вставляем такую систему уже с этим резонатором и регулируя длину этого резонатора, этой полоски, мы можем получать самые разные добротности и разную полосу. Я как в Сависбане, это самое. А вот размеры точно будут с сим-переходов, с которой ёмкостью настраивать? Потому что это бич настройки исчез-приёмников. Ну, это тоже не зависит от... Если они маленькие, ну, это будет перемножаться, вероятность ухода того и другого. А вот в этом смысле здесь как бы, ну, недооценивать может быть. Если большие сим-переходы, скажем, размером, либо лазерной, там, в смысле электронной литографии делают, с очень высокой точностью. Да. Это один разговор. А если, скажем, это оптические какие-то вещи? Нет, ну, чёрт. Мы привыкли работать с переходами 0,1 на 0,1 микрон. Это средний, стандартный, который... И все там, сколько сотен, на них все одинаково? Да, более-менее, да. Просто, если они будут не одинаковые, то полоса вот эта узкая разбежится, и они как бы будут на разных частотах? Ну, конечно, да, безусловно. Там все опасно? Нет, там все-таки мы здесь уходим, ну, как минимум, два раза по размеру от 0,1 на 0,1. То есть, вот, больше размеров. Ну, уже это довольно спокойно. Потом можно дальше подбирать, с какими работать. Полоса где-то получается сколько процентов? Ну, от 5% до 100. Ну, здесь разные пара. 5% — это значит 10% максимум уход за полосу, 10% разброс в параметрах либо индуктивности, либо емкости перехода. То есть, это больше 10% уже уводят за полосу. То есть, если у вас один переход отличается от другого на 10% размером, да, площадью, или индуктивно, то вы рискуете то, что у одного сектора полоса уйдет за другую. Как корень из отражения. Правильно, я думаю, 5%? Да. Полоса. 10% по параметрах. Корень из 10% будет 5. Да. Ну, там пополам. Ну, не 5. Ну, 3% все это же. Чего? Корень из 10%. 3? Ну, 5. Нет, 5. Ну, 6. О, 6. О, 6 bukan, 5. М25. Ну, 3.